Зубчининское шоссе 124-24. На улице минус 5. Посмотрите, что творится на подвесном потолке. Демонтируем его. И все в люстру. Погода в этом доме сильно зависит от того, что на улице проблемы с кровлей начались еще несколько лет назад. Но эта зима побила все рекорды. Ольга Ураева показывает видео, снятое на телефон. Вот он, вот он потолк. Какая красота. Крышу неоднократно чистили, но это уже не помогает. Весь третий этаж, а это 12 квартир, без света находятся дома. Включить его совершенно невозможно, потому что еще ничего не просохло. Дом построен в 1957 году. По словам людей, капитального ремонта не было ни разу. С просьбой о помощи жители обратились к депутату Госдумы Леониду Симоновскому. Я знаю эти дома, все понятно на самом деле. Сейчас приедет Василенко, это первый зам главы города. Сейчас мы с ним поговорим, спросим, что это такое вообще, когда это все закончится. Я думаю, что действительно, вы правы с точки зрения того, что в таких условиях жить нельзя. Уже в ходе разговора выясняется, за капитальный ремонт жители платят исправно, но он по плану стоит только на 19-21 год. Жители говорят, еще пару лет так не протянут. Работы нужно выполнить этим летом. Сейчас в плане их нет. Это я сразу говорю, мы список смотрели. Мы проговорили с Константиновым в данной ситуации, что я написал бумагу, проговорил, и они включают в вас в план. В ходе приема также рассматривались просьбы о ремонте дороги, подключению к электроснабжению. Впрочем, депутаты от Самарской области помогают решать не только частные проблемы жителей, но и лоббируют интересы региона в Москве. Речь идет о выделении денег. Губернатор делает все, для того, чтобы в Самарской области было как можно больше средств, чтобы людям жилось немножко лучше. Мы ему, конечно, в этом стараемся помочь и помогаем. Строится очень много социальных объектов. Детские сады, больницы. Причем это не только Самара, это Лея, это региональные центры, это сельские поселения. То есть спортивный комплекс очень много строится. Есть уже договоренности и по Самарскому цирку. Пока федеральное финансирование на него не предусмотрено. Но к этому вопросу в Государственной Думе вернутся в мае во время рассмотра поправок в бюджет. Ольга Павловская, Алексей Вельмискин. Новости губернии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова